учились во львове во львове украинскую мову доброго владения могу одесса уже кем были последние до ушел в отставку в одиннадцатом году не вообще я с тем возрасте замначальника краснодонского только это ничего себе должность это вы наверное полковник а простым начальником подожди микрофон вопрошение орудия вопрошений короче говоря вы штабной получать и кадровый я учился во львове понял вы даете добровольное согласие на запись этого интервью на его публикацию да как вас зовут полностью нагорный максим николаевич дата рождения 23 октября восьмидесятого и откуда вы я родом из города краснодона луганской области луганской области вы контрактник нет я мобилизированный хотели воевать да ну как нет нет или давая или не очень нормальный любой человек он не хочет войны нет есть такие которые говорят мы идем вот сейчас вот будем защищать кого-то от кого-то чего-то от кого-то с ними можно больше говорить на эту тему ну я шел да ну я шел больше по как необходимости скажем это же не дума не объясняет я помню то есть как бы ну было конкретно поставлено выбор либо 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 тюрьма либо ты идешь по его тут ого ничего себе это жестко наверно не но условия были такие либо военкомат либо тюрьму а как вы относитесь к такой постановки вопросов в принципе не понял если бы меня сейчас поставили перед выбором воевать или тюрьма я бы сказал просите я не ошибся точно украина они северная корея мне такого вопроса конечно не поставят и ни одному украинцу не поставят его нет потому что у нас всё происходит на добровольной основе если даже если даже мы ли если даже мобилизируют есть подготовка есть это определенные этапы как это все происходит конечно те кто попадают под мобилизацию их мобилизирует конечно не приходят повестки конечно они приходят военкомат конечно они уезжают на обучение но в общем все как в цивилизованной стране в который идет на которую напали как вас мобилизировали значит я работал на шахте так значит в один прекрасный день слышали прекрасно даже происходит мобилизация то есть в разных ситуациях то есть вот для того что там и супермаркетов людей выводят там и в маршрутках ловят как бы слышали одно видели другое моем случае это было просто то есть я приехал на работу утром и прямо на наряде представитель военкомата просто вручил под роспись повестку на следующий день нужно было явиться с вещами военкомат а вот как долго вас готовили какими с навыками как военный значит непосредственно перед мобилизацией никаких там у нас подготовок ничего не происходило за день не могло в прошлом году до в прошлом году значит были сборы по моему пятидневные сборы нас ну таких же людей собирали вывозили на полигон там учили строевым приемом мы там с автоматов постреляли немножко все-таки вы подготовили спецназовец вот и все вот это вся наша подготовка я понял знаете в чем здесь главное различие между мобилизацией в украине и у вас спроси любого украинца почему его мобилизирует он скажет потому что на нас россия напала и как бы тут в общем то конечно то делать защищать какая же была цель у вас или ваша мотивация цель какая тут цель может быть у меня семья которую нужно кормить это одно то есть и если я пошел бы сидеть кто бы кормил мою семью семьи о разница между идти защищать свою землю и идти чтобы не сидеть ну как то то она все таки существенная вот мы и нашли рациональное зерно и вас мобилизировали дальше куда вы поехали значит потом нас собрали военкомате у со мной было в этот день 4 человека мы на личном автомобиле одного из нас прибыли в луханск на сборный пункт там нас распределили в подразделении уже в какое-то конкретное и началась моя жизнь на войне значит приехали мы на полигон вот на полигоне мы там начали готовиться там привозили ящики там с патронами такое все загружали технику там оружие чистили готовились к маршрут нам объяснили вот вопросы которые мы задавали по ходу вот этого всего происходящего как бы ну мало кто что пояснил то есть ждем команда будет все узнать в принципе это я слышал до самого момента своего плена где мы находимся это все узнаете все будет узнавали где мы находимся в каких населенных пунктах исключительно по указателям дорожным из разговоров с местными жить и где же вот значит ну началось у меня все с круглика селу круглик такое там находился поливу ну вот потом мы колонна маршем там техника какая-то присоединялась ну сложно сказать о большом количестве ну вернее о количестве техники которая была в колонии потому что из кузова видно там четыре единицы впереди четыре единицы сзади то есть в темное время суток двигались дневное время суток то есть на техника там в основном была какая бмп-2 и урал и армейский урал такая область это какая-то это значит все луганская область выехали мы с луганска вот и поехали какими-то вот акульными путями посадками ярами лесами там ночевали в этих посадках под обстрелы попадали под разнообразные там и артиллерийские и минометные обстрелы у вас с вами не было ни артиллерии или я не видел то есть не минометы в том нет у нас не было ничего да мы чисто стрелковая было подразделение вот у нас были автоматы калашникова на вооружении вот по два рожка раздали всем значит были какие-то гранатометы но именно вот в моем взводе прямые контакты вы вступали хоть раз за все время свой сун ну конечно или с ними на открытого боестолкновения не было не были только арт-дуэли вот такое вот в рубежном вот единственного непосредственно перед пленением вот да был бой в результате которого я попал в плен ехали мы там речишкино поселок был потом новая астрахань значит булгаковка голубовка всего зашли там сказали как ударит вы уже третья колонна идете заходите дежурить и на блутов дома есть свободные можно в них селиться ну да да население присутствуют данным и как мы честно говорю мы мародерством не занимались потому что как бы это ну все-таки это наша область это наш край мы тут живем и мы бывали в этих регионах до и разные случаи соответственно люди которые они тоже по-разному относятся круто просто по рейси перед вами там перед вами там еще просто россияне я так понял прошли уже или другие кого вот сказали нам что там уже все как бы зачищено когда мы заходили в том числе и магазины как правило все уже зачищены то есть при вас они были зачищены вами они были защищены кем-то другим они были защищены мы этого не знаем то что они все были вскрыты и обнесены это мы знаем уж наверняка увидел магазины да ну люди ну поселок обычный живут люди есть магазины есть школы из детские садики как бы люди живут нормальной своей жизнью а тут война к ним пришла не сильно обрадовались то есть он двигались мы таким образом выставили блокпост на въезде в село на выезде в село дежурим то есть подъезжает какая-то техника без знаков опознавательных у нас были зетки нарисованы на нашей тех что это означает вы понимали без понятия вот честно не знаю просто рисовали зетки что это такое никто не отвечал на свастику похоже ну там и вы говорят буквы и какие-то ну теоретично вы же можете визуально представить такая зачем фотослаживать или переслаживать если нацисты гитлеровская германия рисовала у себя свастики ну какие-то символы в том числе и зад киева и у них эти тоже были и на шевронах и российской армии тоже они есть и действия в общем-то мало чем наверное отличаются или чем-то отличаются ну батальон азов тоже лучик люб бы на шевроне то есть как бы ну что тоже нацисты получаются нацистами ведь делают нацистов не опознавательные знаки а действия и не татуировки вовсе это знаете у каждого там голове свои какие-то тараканы батальон азов вторгся к кому-то на чью-то землю вернемся к 14 давать ждал кто убивал население луганско-донецкой области азов то убивал население дугу он сказать все прочее не ах ах то убивал население луганской донецкой области может конечно это все как бы пропаганда согласен лично я такого не видел очень но и об этом свидетельствует не мы сейчас не об этом не мы обо все и в том числе и об этом потому что это крайне важно выяснять мы конечно подготовим материал для того чтобы показать всем вам вместе и задать вам вопросы как вот этому относитесь то и в том числе и об этом и о том и о всех этих высказываниях которыми вас там как раз в война что началась и драма из них 24 февраля этого года на что-то намного раньше конечно поэтому истоки этого конфликта лишь лежат совсем другом тушу россия надувала на украину тут конечно я не оправдываю не россиян не нас которые участвовали в этом это конечно да это так такой зачем было водить войска я против можно было решить мирным путем эти все вопросы можно было за стол переговоров сесть и договориться а в четырнадцатом году я не скажу я не видел этого правильно по крайней мере в краснодоне у нас россиян не давайте тогда уже чтобы был паритет давайте тогда чтобы уже был паритет как азов убивал мирных жителей донбасса вы не видели как россия зашла вы тоже не видели лично чтобы по-честному лично я нет может где-то дальше ближай границы нередко дарья я ну и как бы я границы с россии находимся к раздану колон там каких-то как будто кричат рассказывают россияне вот зашли там с оружием там на технике я этого лично не видел хотя сказано никуда не уезжал самого своего рождения грубо говоря же понимаю я же понимаю просто эти колонны есть я могу вам их показать да я не отрицаю сейчас до линии не сейчас а вот четырнадцатый пятнадцатый год куча россиян колонны техника рссо добровольцы так возможность зайти было не только через красную коне я просто как гонишь лично я этого не ну да не хотя отрицать это глупо о так это же замечательно что отрицать это глупо то есть глупо отрицать что туда зашла россия в четырнадцатом году правильно вполне не обязательно через краснодом да да я же за это говорю просто я лично этого не видела в интернете масса всяких материалов по и стрелков ну конечно слышал и смотрел его по интернету и горькин как он у него гражданство россию моторова а вот россиянин бородай сейчас до вечера называть только известных личностей я же говорю есть куча видеоматериалов где и всякие казаки и лица кавказской национальности все они кричат за русь за россию за еще не непонятно еще за что вот и все они пришли конечно же туда из россии я просто говорю о истоках а четырнадцатого года выше об этом заговорили и я говорю о том что до война то фактически началась в четырнадцатом году но знаете в чем разница между россиянами на донбассе и азовом примерно на донбассе в луганске но в чем между ними разница по вашему по моему мнению азовцы находились в украине на своей территории от чего туда россияне пришли тут для меня вопрос также есть видео где жители так называемых лдн останавливают голыми руками танки с вооруженными силами украины просто становятся и не пускают их на границу и есть видео где они кричат истошно просто до вопля я не знаю до чего в патриотическом угаре абсолютно встречают российские танки российских этих добровольцев но из-за этого донецк или луганск не перестали быть украиной вы молчите вам показать вы не верите в это как останавливали нашу технику которая ехала на границу и как встречали россиян там и почему что это неверно идиота масса всяких с ним ну так это просто правда мы ехали танками на границу для того чтобы защититься от сражения россии потому что до этого россия уже прям вот в этом промежутке отжал аж крым она была уже там возможно вполне я просто этого не видел как бы я ходил работа работа я помню я считаю что насчет от истоков этого конфликта вообще все начинается в какого-то момент времени а потом это просто развитие ситуации которая привезло в данный момент тут вот к такому к ней которого никто не хотел я думаешь и вас не я хотела вот именно вот такой полномасштабной войны нет и россия не хотим российским образом хотела захватить украину возможно возможно и так то знает сейчас чтобы изучал вам назад изучал вопрос тут на повторю тогда в четырнадцатом году я считаю когда на майдане вот происходили события но вот эти вот можно было в конце концов там пойти друг другу на уступки какие-то да хотела украина мудру в европу идти восточная украина хотела наоборот на сближение с россии украина это кто сесть тут же донбасс улажал за ней миллион человек оттуда пришлось избежать в украину готова от когда попросили немножко больше там прав себе вот и все как не знаю как просили украинские флаги топчасть по ним ногами и вывешивая российские флаги бросились не изначально когда януковича убирали там же договоренность была янукович убежал в россию договоренность была же достигнута изначально какая ну когда я ценю но вместе с кличку с туржа они свои делегации пришли к януковичу выдвинули требования что вот нам нужно это 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 он согласился на выполнение вроде показался а потом раз и вот что-то прошлом оказался и убежал в россию кто кто виноват ну да ну кто виноват янукович да мы здесь как бы с вами продолжатель какой-то же был можно же было и дальше и на новом и давить а поговорить с людьми так в смысле за россию сейчас как бы ну да они сюда влезли танками давить подождите вот у нас раскол в государстве четкой вертикали власти нет россия приходит забирает крым там ни одного выстрела не было ни одного выстрела в крыму да да потом я так понимаю что вот та власть временная которая есть в украине мы понимаем что если мы не начнем сейчас защищаться со стороны донбасса то и донбасс точно также заберут посылаем танки на границу жители донбасса выстраиваются голыми руками эти танки останавливают россиян встречают как освободители я вам сейчас рассказываю реальные вещи и дальше начинается вся вот эта вот история только я вам говорю что майдан не майдан не было такого чтобы снимались украинские флаги по ним топтались ногами и вывешивались вместо этого флаги какой-то другой страны не было этого а там это был потому что жители донбасса не все но некоторые видимо хотели жить в россии и кричали референдум референдум и среди жителей донбасса скажу так тоже есть сторонники россии а есть сторонники украины конечно их убили убивали знаете там убивали также как и сторонников россии убивали со всех сторон и с одной и с другой стороны друг друга это гражданская война поэтому как бы а где убивали сторонников россии что пытаюсь надо украина ввела войска сюда на донбасс соответственно происходили же убийства не до этого были про украинские митинги там и там забивали ногами и битами именно украинских активистов просто забивали ногами и битами просто до смерти забивали в один у донбассе вот вот это собственно говоря первая кровь которые там про него не будет он и муж к сожалению нет ну вот и мы битьим и для этого и общаемся для того чтобы вы там поискали информацию какую-то для себя может быть подумали над этим если если как бы все это до следы ты до по хронологии как это все происходило то тогда открывается несколько иная картина потому что у вас ну из того что я общаюсь я вижу такую картину бац майдан нам не понравилось азов начал убивать мирных жителей все все совсем не совсем даже близко не не так я это этой мы с вами еще и не видели кто там эти жители убивал потому что мы слышим и видео и есть видео подтверждение мы слышим истории как их убивали те же россияне которые туда зашли и насиловали издевались знает точно только тут кто там был в тот момент конечно поэтому мы конечно но я беру информацию из разных историй которые слышал он спросите у того же как его филиппа зачем казаки которые пришли туда из россии закрыли его тетю в подвале и вымогали за неё выкуп например да и спас захарченко только который приехал туда и разрулил ну видимо потому что смогли ему дозвониться а филипп в этот момент стоял на блокпостах я вам один пример привел а пример что масса я могу сейчас показать видео где моторола в мирном донецке утром стреляет в мирные дома негодяев и подонков везде хватает так правильно ну я же говорю но у жителей донбасса почему-то история следующая произошел майдан потом азов пошел убивать мирных жителей тогда гарантан ну интернет и сми тоже делает большое дело конечно поэтому как бы я и в своем родном городе я не видел такого ничего у нас может быть потому что это как бы бескровно произошло у нас просто сменилась власть как сменилась она собственно и осталась тоже что и было просто под другими просто под другими флагами совершенно ты все я теперь давайте вы я пытаюсь сказать что вся проблема началась захода россии на самом деле если бы зашел майдан вот прошел майдан да ну давайте прошел майдан пришла вот эта нехорошая власть евро интеграция в евросоюз нас сырой никто не берет до сих пор язык зачем русский тогда запретили не то что запретили а его как бы начали ну сейчас я не говорю я говорю за тогда закон как языковой это дошло какие были основные то есть ну не то что сближение с россия допустим хотя бы не отторжение россии языковой закон то есть был государственный украинский российский был как региональный нам допустим тяжело очень там я просто работал в структуре у нас документооборот весь был на украинском языке я к этому привык допустим не брали мне все равно до 14 до есть русский он региональный язык общайся на каком хочешь государственная державная мова украинская так все пытанье ма то есть документооборот идет на украинском и до 14 так было но что изменилось но потом региональный русский лишь убрали какой региональный русский врач его говорить ну серьезно я счет не пойму у нас и были русскоязычные регионы дуга не преимущественно русской закарпатье на венгерском там вообще абсолютно части абсолютно луганске да берем луганской области да нет луганском харьков запорожье можно взять туда же николаев можно взять туда же да знаете я что-то не слышал чтобы харьков николаев николаев и запорожье которые остались в украине после четырнадцатого года там кто-то кого-то порезал на лоскутки или кто-то как кому-то вырвал язык за то что он использует русскую речь или или вообще были какие-то проблемы ну собственно как все было до 14 таки азов на русском такого да как был документооборот на украинском таки был получается вас снова просто обманули этим языковым вопросом потому что ничего не изменилось ну там же не было проблем там же азов никого не 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 убивал мирных жителей мы просто сейчас вот видя вот ситуацию сейчас вот здесь происходящего мы сейчас находимся вы знаете где ну то есть и как бы да действительно я не вижу здесь это ярой такой то вы вольвовской области находитесь где тут уже уже в самом самое самое в чем самое смешное в каком году вы здесь учились так вот я же об этом и говорю что я знаю просто изнутри что люди тут такие же самые как и у нас на кого правильно я просто имею в виду что с того года как вы здесь учили здесь до сих пор вообще как бы ничего не изменилось вам конечно показали что прям страх кому это я но как было все между людьми так и осталось отношения также общались он дмитрий николаевич я его я его это самое шепчу ему все время украинскую мову разговаривать а он вот не может да или или как-то умышленно это отрицает ходит везде я морожусь от него типа такой я его не знаю он ходит по магазинам и умышленно все на русском языке в гостинице на русском языке везде на русском языке то есть самое худшее что в это может быть для худшее для кого для тех кто там что ему отвечают на украинском потому что некоторые ему начинают еще и на русском отвечать то есть все в тренде так сказать держатся не но они думают можем можем винно разумеет у переходят все так кто что запретил чуть не пойму вообще какая проблема такая после майдана возникла что нужно было это сорвать украинские флаги протоптаться по ними вывесить эти российские триколоры а потом заходят российские добровольцы я не говорю ни про какие штатные войска добровольцы на добровольческой видимо техники части конечно этой техники из шахт выехала безусловно они там видимо все это время были часть военторгах купили там ракетные системы золотого огня у вас там продавались на каждом шагу я это знаю на рынке можно было купить и потом уже только началась настоящая война 14-15 год было действительно много жертв да вот только жертвы там были не потому что украинцы вдруг захотели поубивать жителей донбасса как это там рассказывают а просто потому что это была настоящая война уже между россией и украины только она и таки называлась гибридная гибридная потому что в этой войне использовалось очень много большинство ваших способы и методы просто войны были информационная война которую украина кстати говоря признаю проиграла просто по 0 потому что ну извините я общаюсь с вами да там 300 человек и я понимаю в ноль проиграна потому что каждый из вас не рассказывает про то что русский язык запретили с каждым я говорю одинаково ну я вот буквально на днях там в определенных мероприятиях участвовал и на вопрос что такое милитаризация украины то есть милитаризация целью демилитаризации украины и там где нацификации каждый понимает по-своему но люди уверены в том что в украине свободная продажа оружия грубо ты заходишь на рынок магазин вернее специализированный и покупаешь себе ствол то есть у нас например имеют право на хранение ношение оружия только исключительно кто сотрудники силовых ведомств журналисты определенных категорий значит охотники имеющие охотничий билет и еще какая-то категория алло глава да подвезите сейчас значит три мотоциклета с пулеметами и машину сколько это правда вооруженную минометами я вот я вот вызываю сейчас курьер привезет миномет спецмагазине можно приобрести оружие на свободного вообще прикал американским не они не по-американски мою зара у нас этот закон сейчас в процессе обсуждения чтобы также только сейчас и журналисты могут себе речь я хоть это самое да но это гладкоствольная именно для конечно то есть не все как и было также как у нас да не так а вот я была говорю ничего не изменила нам вот такое говорили что в свободном я отлично был свидетелем таких что учиться так и осталось до психиатр нарком разрешение в милиции единственное что изменилось в этих всех законах про оружие вообще как это чушь поэтому я слышал его уже разрывает что у меня сейчас минометов привезут это бред углова это доставка типа если жизнь минус во всех этих законах реально чтобы не осудили вне объективности это то что был переход обслуживание на украинский язык и обучение на украинский язык но был переходной период также заложен пять лет для тех кто начинал изучать все предметы на русском языке ему совсем не обязательно нужно сразу переходить на украинский он мог перейти на него постепенно все если этот закон стоил я не знаю десятков тысяч жизнью жена радостно сотни доходит ну понятно я думал что руброшка информацию такую даже подай не нет у нас получить лет это большая проблема не так скобеева говорил что зеленский батальон и геев на танбас отправляет воевать на в это верили что видимо уже вы кстати первый кто нам говорите что такая была пропаганна я не слышал такого свободная продажа оружия вообще прикольно но чтобы вы понимали у нас нет а вот у него нет если бы я спросил еще конечно ну и ладно ну и спокойно и меня же типа нам этого нет ну да ну допустим свободная продажа оружия что это меня может быть это имелось ввиду я даже не знаю ну что мы это предполагаем пять лет назад у нас все могут пойти купить себе автомат ну как в штатах вот допустим ты за что это меняет до самообороны можно приобрести так мы и хотим чтоб такое приняли только не приняли до сих пор да и слава богу оно не надо я сейчас сейчас надо нет как это здравствуйте к нам бородянка буча ирпень заход за вооруженные силы зашли товарищи которые должны защищать государство добрый добрый день к нас к нам еще раз говорю все лопаткиев зашли эти убийцы мародеры насильники и убивали людей женщин насиловали это не те сказки которые вам там рассказывали про азов это реальные вещи доказанные фактически и тысячу раз задокументированные в том числе и со спутиком а представьте если бы там у мирного населения все-таки были было оружие ну наверное все-таки могли бы отстреляться в данной ситуации именно может быть временно ну таком связи с этим именно сейчас и обговаривается этот закон а не как-то еще иначе ровно также сама сейчас обговаривается закон а не законом говоря ровно также точно сейчас принят ленд-лиз и штаты и другие государства нам помогают оружием прямо только в связи с этой ситуацией никакой накачки украины оружием не было от слова совсем вообще мы что-то покупали что-то брали в кредит но этого было критически катастрофически просто мало для того чтобы вообще вести любую наступательную деятельность нам его для обороны по сути не хватило это все на энтузиазм против такой военной машины конечно но там же тем не менее рассказывают что мы собирались на них напасть как-то хочу они доверят в гуче там население не знаю 50 тысяч человек туда вошло оккупантов убийцы насильников 5000 человек а если бы у гражданских было там 10 тысяч пистолетов на руках не быть перестала возможность дать отпор ну конечно в квартиру бы к ним так просто не заходили бы они они так ходили они просто все очень делать заходят в дом из верхнего этажа начинают людей просто выводить и спускать в подвал и всех спускают в подвал и потом обчищают квартиры в этой ситуации может быть конечно это и правильно так это только в этой ситуации и есть по-другому этого никак не я бы еще планшеты выдал кроме телевизора хай бы сидели гуглили с ограниченным количеством каких-то доступов чтобы могли хоть это проверять наш политинформацию знать дорогие недорогие значит военно-пленные сейчас мы гуглим вопрос законодательного среза там такого какие законы приняты в украине все час до всех доходит что никакого свободного свободной продажи оружия в украине нет есть установлен потом они приезжают возвращаются туда и и как только слышат какой-то фейк сразу а ну подожди иди сюда какой такой русский язык там запретили а ну давай поговорим там же все живут в этой ауре вот этой вот зомба пропаганды все это было бы пытка пытки запрещены нет этой просветительской деятельности не считаю ладно как вы в плен попали да в вашу историю так значит у нас получается до 19 19 заходили в село там и когда же было это за поселом в принципе проезжали просто сквозное прохождение было там на ночевку останавливаясь в основном там в посадках там балках под обстрелами все это происходило минометные обстрелы артиллерийские обстрелы значит где-то числа 12 13 мы зашли в окраины города рубежно вот там через частный сектор двигались останавливались тоже на ночевке опять же там кто местное население там предоставляли там переночевать возможность какую-то там покушать что-то хотя пойти нам выдавали в принципе в этом вопросе проблем не было вот значит дошли мы таким образом до центра города рубежного значит была поставлена нам задача занять там определенный жилой дом в котором были военнослужащие украинской армии вот мы два или три раза неудачно пытались штурмовать это здание то есть люди гипли получали ранения значит и вот на одну из таких попыток вот на третий день мы заходили там с одной стороны я шел в конце колонны вот и попал под перекрестный огонь там снайпер работал и пулемет ну то есть позиция была укреплена люди готовились то есть там и гранаты у них были патронов там хорошо было они да ну там . такая была вход в центральный парк улица ленина то есть угол прострела 360 градусов они на возвышенности и мы туда пытались со всех сторон проникнуть ну люди готовились они знали на тот момент 55 двухсотых было это все рубежно вы помните я лично никого не знал я это то что я видел своими глазами потому что знакомых у меня было это вот три человека с которыми я вот общался каждый спрашиваем потому что у нас постоянно спрашивают о том-то о том-то о том-то я плода знает фамилии уже скажет скажешь установить что этот человек например погиб или наоборот там не к сожалению сожалению вы до сих пор он ваш предыдущий коллега ну вы говорили до розыске и было уже видео с ним в телеграме что он в плену но у вас там решили в розыске его подать через четыре дня накануне буквально услышал потом расскажу украина обмен срывает как же что украина может срывать обмен если вы своих пленных даже в пленные не записываете как же это украина может сорвать то чего с вашей стороны в принципе как бы и нет то есть плен для меня это вообще загадка потому что как бы тоже много историй слышал от своих вот братьев по несчастью которые в плену со мной сейчас находятся лишь по несчастью по счастью но возможно по счастью даже к счастью огромному же вы здесь все дукофортовые сейчас будет об червей бы кормили бы конечно мы вчера с вами ели так не доели пайки ваши нормальные пайки и отношения конец вопрос провокационный не но реально что кормят нормально нормально так так примерно каждый день как вчера или вчера реально потрудились чуть лучше мы теперь будем ходить каждый нормально не нормально кормят смотрите салатик это салат картошка это каждый каждый а я не пойму а что добавили зеленью посыпали для нас или просто пайки больше не кормят хорошо нормально короче вопросом что это вброс вброс пошел на еще раз по содержанию по кормежке вопросов никаких вообще но он там в пострашнее ситуация нам надали на колеса но я эту историю слышал мы не был очевидцем не то что вам пожелать получается что меня отрезали огнем то есть снайпер и пулемет работал я был замыкающий я заскочил в укрытие в подъезд а там в подъезде сидели уже ваших добрый вечер мы за в общем меня там меня там вопрос общего характера за что эти люди погибли которые погибли как вы это себе объяснять если объяснять войну везде есть на любой войне я их лично не знал я не знаю были они идейные либо тоже такие как я вот заложники ситуации которых никто не просит вас залезть к ним в голову как вы думаете тогда не за что погибли бы вы за что я вам скажу за что нет я вам скажу вариант к которому можете задуматься за безумные планы одного безумца мы погибли ваши люди погибли это соответствует действительность возможно это просто можно есть до 2 нагорный данил они я про я вопрос да да двое 17 2 2 младше ему 13 вопрос провокационный не провокационный если было 18 однозначно нет не знаю всеми с доступными недоступными способами у предыдущего нашего респондента погиб сын вот так да не дай бог вот он вот он это самое может вы знаете может не знаете но мы вам между нами говорим что он восемнадцать лет призвали он идет в это самое воевать и призывают того тот контрактник был сын а этого призывают там промежуток два дня афанасьев попадает в плен ему из сбу дают позвонить домой жена ему говорит сегодня сына похоронили опять таки один безумец решил вас кинуть на эту войну против украины потому что это же самый безумец 150 тысяч своих в один день сюда и семьи 700 ракет полетела в украину одним залпом и авиация полетела и рассказывали они что сотрут эту украину тут вообще не с ним воевать это так чепуха просто чушь мы жители одной страны тогда слушаем всяких безумцев и не можем найти общий язык мы с этого начали не надо было украинские флаги срывать так как топтаться по ними российские вешать вместо них и все надо было остаться у себя в стране и разбираться помните была помаранчевая революция конечно выбрали ющенко выбрали шост что случилось ющенко тоже был прозападный у нас вся история такая у нас как в британии то одни то другие попеременно приходят власть а черепа и мы не во его час были бы уже 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 никто в сторону россии уже не посмотрит никогда это единственная положительная журналистом власть ой 2001 вот у афанасиева сын родился при путине и погиб при путине чтобы понимали а папа пережил сына вот так вот и получил короче пока россия не пришла у нас были качели а вот когда россия пришла началась война началась в четырнадцатом ходу вот и все потому что добрый день мы все на возбитом все знаете они там всех ладно хорошо разговор записываются и в нашему для нас врагами не считали понимали что мы делаем потому что моих лучшие друзья привет 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 то ничего ладно успокойся все нормально не плачь ты че постриглась да молодец умничка жди дождешься обязательно но вы пленные уже там жили к же уже там пленный че не миша вопрос такой ты знаешь какой у меня статус я военнопленный или без вести пропавший как меня там вообще то есть я списках там списках есть мы я добилась я обращалась лично к премьер-министру я была везде по всем инстанциям ты везде в списках есть даже списках на обмен российской федерации я обращалась в оон я обращалась в красный крест потом куда еще ну если уполномоченный папа ты меня видишь перезапусти камеру у себя что-то интернет видно а то ты пропала у меня это у нас может быть качество связи отличную но это там не ну давайте вы включите она пусть нажмет на камеру не знаю что как это дели звонить еще есть еще это лучше еще раз я так понял у нее вообще связь по телефон там немножко как бы старенький не сам телефон стоишь вижу что ты дома ну 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 дальше ну 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 к премьеру в оон спорт лото куда там еще красный крест полномоченного человек это ты моя лучшая жена в мире говорят ребят вы так понимаю все на этот канал подписаны и до смотрите деркачев шпак чапли смели кашпак там был господи месяца полтора назад но ты там идут все в куча короче всех уже записали вот сегодня я вот попал на беседу к ребятам благодаря им я с тобой сегодня общаюсь даже по видео но вообще шо там выше обещают наши власть имущие а кто-то уже вернулся домой с плена а за него я знаю в курсе да это один что ли о салуянов да 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 он звонил тебе да вот видишь он попал а мы в одной камере с ним сидели он поехал а я поехал сюда ты знаешь где все хорошо да именно у там понятно все шо там детвора данила шо там поступил почему понятно я понял куда поступил туда куда вариант б вариант б второй институт который мы планировали правил шифрограмма понятно шо там артем хорошо замечательно так ты все это время у родителей добыла я смотрю что ты дома сейчас вообще удачно так позвонили именно вовремя вообще чудно просто замечательно с прошедшим днем рождения солнышко с годовщиной свадьбы со всеми праздниками письмо твою получил буквально вчера от красного креста очень приятно очень рад написал тебе ответ они обещали недели через три где-то через месяц примерно приехать еще к нам звук накидывать и придет вот значит смотри в интернете вот это вот ребят вот этих вот блогеров они тут про всех про нас тут они кино на снимали про нашу бытовуху короче как мы тут кушаем как мы тут бегаем работаем все вот эти вот уже видела да да все домой приеду расскажу как выяснилось это все неправда это сделали специально для нас да ладно он так прикалывается это гумор гумор вот ты какую ну на костыле с палочкой пока хожу ну в принципе уже ничего снимок мне флюшку ноги сделали сказали что сказали что вроде связь качество ты меня слышишь слышишь я понял так давайте теперь тут просто люди на очереди нужно быстрее смотри ты как какие-то деньги зарплату что-то ты получаешь то именно зарплату или помощь какую-то слышу платят это зарплата или это помощь понятно понятно родители что там как мои твои все здоровые никто не болеет все хорошо все я понял замечательно так мы в принципе все что хотел узнал теребитом наших правителей что там они за обмен тут тоже обещают обещают нам ждем все все устали все на нервах нога у меня потихонечку расхаживаюсь так уже позажив в принципе весь полностью ну здоровье нормально в общем все хорошо относятся хорошо не бьют не катуют все нормально все в порядке просто все камеры на меня смотрят поэтому приеду домой поговорим автоматчиков убрали на момент смотрели вчера видео то видели эту комнату мы показывали как здесь все досмотри вот это вот на канале что ребят сюда должны показали что там окно за камерой там автоматчика быть не может хотя может он за окном сидит это тоже вариант детей рядом нету да я так понимаю нету ну все всем огромный привет люблю целую все будет хорошо добивайтесь ждем обмена с нетерпением запиши сейчас себе или запомни фамилия рощенюк александр роща рощенюк рощенюк александр так он же вчера разговаривали рощенюк александр он с чернухина вот найди в группе пожалуйста его супругу и передать что с ним все нормально он живой здоровый здесь рядом со мною находится мы с ним дружим в общем деньги у вас есть все нормально все в порядке ну слава богу держитесь там без меня люблю родителям огромный привет надеюсь еще по теплу буду дома все давай держитесь пока пока люблю целую давай пока короче мою мысль вы поняли да не надо было россию звать между собой бы как-то разобрались да вы уже там да именно только вспоминать этому все равно вернетесь туда пять минут посмотрите телевизор свой да и вернетесь все равно в эту басню про 8 лет передайте что-нибудь вот может быть таким как вы что им делать мобилизироваться не мобилизироваться идти там воевать кого-то защищать не защищать или дома сидеть да не нужно ни с кем воевать война это последний довод без которого можно обойтись нужно договариваться обо всем нужно договариваться вы хотели бы в украине жителей в россии я уже не знаю что понял вы украинец или россияне украинец понятно по сути наверное все нет не все не все еще что нога ну как сейчас более-менее нормально уже расхаживать потихоньку не она у вас есть потому что у нас был случай когда один звонит домой своим а его спрашивают как на когда ее нет ну а он лежит у него елькин без одной ноги елькин на видео увидим елькин я спознаю с ними елькин это днр вицеля на 7 их не различать они это россияне на то удмурт у нас елькин был днр виз без ноги елькин у нас тоже был рассказывал мне про второе мое в одессе я ему ну больше я потом после него видел жута просто надо было подождите остался бы с ногой не а ну вам же много-то стреляли но же вы огнестрельная там пару костей переломано у меня месяца два наверное я на гипсу скакал помощь оказали или бинтовали гипс наложили в общем часу ну сухожилия перебитое конечно ну ну хромать буду ну лом нашу живой я понял там же были как раз в той группе которую вот это из автобуса выводили и по ногам стреляли правильно нет я получил ранение при момент попадания в плен городе рубежном 19 числа когда зашел в подвал в укрытие и вам прострелили но грубо говорят да значит нам не сказали нет можно лишь надеялся что это как раз человек из той группы швонам рассказал что это что там к чему чё она так случилось матч что за ситуация есть там одно видео где якобы наши якобы пленным простреливают ноги там два или три человека вывели из автобуса в котором их привезли и прострелили ноги уже после попадания они непосредственно при этой ситуации и как бы мы пытаемся найти кого-то в очевидцев этой истории или же в идеале участников этой истории ну вот как то вот пока в процессе да и само видео оно и не проведет не не подтверждено и не опровергнута поэтому мы я был один раз говорю что я был в конце колонны замыкающим меня отрезали огнем я заскочил в укрытие в подъезд жилого дома и на входе в подъезд лестничный марш наверно лестничный марш в подвальное помещение на лестничном марше в подвальное помещение были висково служебном все зсу ну я видел человек 5 наверно они там просто ждали возможно нас может как-то обойти хотели не могу сказать потому что я не могу сказать кто это был но это были наверно в вашу как ему но пострелили уже не сильно что-то еще интересно меня сначала уложили на пол аккуратно потом опустили глубже в подвал и начали спрашивать кто я что я откуда ну и в процессе мне там много разных травм было нанесено и татушка чуть-чуть хотели отрезать ручку по ковыряли там ножку прострелили ребрышки посчитали а потом утянули в северодонецк ну это война ну это как бы главное что живой остался это сам могли я жарю главное что живой остался либо один расстреливать не было бы уже не уж когда да 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 не очень ничего это война это война который не надо никому теперь все еще что может быть я думаю вроде бы все и разве что если больше ничего и да ничего такое акция военная тайна выдавать какую вы давай которую вам выдавали в подроспись нам все ДНРовцы говорят что когда мы получали оружие мы вместе с оружием выдавали военную тайну с мокрой печатью ну нам не посчитали нужным можете ждите они так быстро делитесь видео ставьте лайки подписывайтесь на канал а вот это вот катувань уже главный кат спасибо за просмотр он во ваше время вот это вот это вот вы вы с и